здравствуйте друзья я возвращаюсь к той реформе иммиграционной которая сейчас уже была опубликована вчера сегодня пятница значит вчера в четверг 14 числа сегодня 15 июня была опубликована эта реформа наконец почти 300 страниц 293 страницы и в общем-то сделано было очень аккуратненько по требованиям президента трампа очень аккуратненько и в сотрудничестве с администрацией и не не только самим трампом который как бы по словам пола райана который председатель республиканцев в конгрессе он не республиканцы с этой палаты представитель он сказал что трамп когда ему рассказали про эту новую версию компромиссную он был в эксайтменте то есть он так вот был очень обрадован но я считаю там прорыв некоторые присутствовал то есть всякая реформа она должна еще пройти через сенат там и так далее но присутствовал прорыв этого не было раньше то есть республиканцы такие совсем правы их немного их там 15 процентов меньше даже 15 процентов так называемый freedom кокос такая группа и вот эти самые freedom ци они значит такие очень правы и они впервые согласились на то чтобы вот этим даковцам который которых привели несовершеннолетними в сша их родители чтобы дать им путь к green card и гражданство это произошло впервые потому что раньше такого не было они возражали против того чтобы выделять какую-то группу иммигрантов и для них делать специальный путь гражданство вот это им не нравилось и сделали специальный такой трюк когда создается новый тип визы и как это виза дается за как бы сказать за заслуги да там по по баллам бальная система и смогут получить green card и впоследствии гражданство не только вот эти даковцы которых привели родители нелегально но и другие категории иммигрантов которые вот там не имеют они уже в стране ну там они не не пришли нелегально но во всяком случае у них нет никаких оснований для получения green card . как-то так вот они это обобщили все это сделали все согласились и я считаю что действительно некий некий прорыв произошел внутри самой республиканской партии вот этих вот правого крыла и умеренного крыла которые казалось бы абсолютно друг с другом не несовместные вот ноте но тем не менее то есть я хочу сказать это говорит о том что была большая воля стремление к тому чтобы достигнуть компромиссом и вот этот компромисс был достигнут самое интересное произошло не в четверг а в пятницу сегодня с утречка когда трамп сказал что он эту дрянь поддерживать не будет и в общем совершенно вот ну то есть как бы но вдруг проснулся человек был в забытье а или наоборот там стал в забытье ночью мозгал я это поддерживать не буду это очень совершенно не соответствует моим требованиям хотя сделано было не только по его требованиям но было сделано с участием его администрации тогда то есть там очень очень активно шла работа совместная и в общем как бы сложно сложный такой расклад так давайте я на дорожку переведу так чтобы нам с вами веселей было смотреть что там делается вот в общем такая вот интересная картина судьба иммиграции этой вот иммиграционной реформы оказалась вот в такой странной картинке ситуации я пытаюсь камеру чуть-чуть подкрутить чтобы не болталась вот такая вот история и голосовать-то собирались на следующей неделе и пока что там разные люди на республиканской стороне они читают эту реформу они изучают они хотят какие-то свои изменения там вносить дополнение там у каждой там 300 страниц текста да естественно она закрывает батарею green card как и должна была бы по требованиям президента она урезает семейную иммиграцию но вот мы всех деталей не знаем я не читал весь текст вот читал только некоторые там как бы такие обзорные заметки ну хорошо но сейчас получается что бессмысленно обсуждать и бессмысленно даже голосовать потому что если президент не поддерживает то ради чего тогда копья ломать так что никаких шансов получается нет у этого законопроекта но но опять мы не знают же боссман может очнуться в какой-то момент а может сказать что это он вот не он не он говорила это из-за демократов все очередной раз произошло они сейчас знаете у них интересная такая фишечка уже несколько месяцев по инструкции генерального прокурора вот этого джафа сэшнс детей забирают на на границе у них вот этих людей которые обращают ну и как бы их ловят на незаконном переходе границы и помещают в как бы сказать вместо специально отведенную ну как бы в тюрьму как вот но по законам которые действуют в стране тот кто перешел границу нелегально нарушил закон а ребенок если он с ним идет то он как бы не нарушил ну вот отвечает взрослая отвечает ребенок нет а ребенка нельзя в заключение отправить вместе со взрослым и поэтому возникает такая такая ситуация что идет семья да и значит вот ребенка забирают этих там вместо а дети там тоже есть специальные места где держат детей но вот вы представьте себе ситуацию когда ребенок там ему там три года пять лет семь лет десять лет когда этого ребенка забирают у мамы вот что он чувствует это вообще страшно психологическая травма колоссальная но психиатры выступают сейчас детские детские врачи выступают возможно возмущение стоит чудовищное потому что так ну как бы вроде хорошее намерение ребенка в тюрьму не не запускать но с другой стороны безусловно что-то не то делается то есть как-то иначе надо вот и в тот проект реформы который республикан сейчас в конгрессе внесли в палате представителей там есть вот на этот счет тоже чтобы прекратить забор детей у родителей отымания отчуждения детей от родителей и вот вот сман наш он выступил и говорит что демократы виноваты в том что вот дети и забирают демократы вот закон такой у нас вот у нас такой закон то есть такой вот закон чтобы детей забирать интересный да вот не никогда никто ни у кого не забирал и тут оказывается демократы виноваты то есть принять закон другой они не могут естественно но как можно принять закон когда президент и обе палаты большинство в обеих палатах у республиканцев но как можно принять закон понятно что это виноваты демократы они же сами не могут законов принимать вот в общем я хочу сказать что потрясает с одной стороны уровень безответственности и я бы сказал если так уж прямо не знаю не только без ответственности но омерзительности этих людей в их лживости но еще большее изумление вызывает то что находится ну какое-то количество людей которые съезды схавывают вот эту вот пойло убогая и в восторге находится и так далее вот это самая жуть вот если меня спросить миша вот что самое жуткое там ты знаешь про америку что вот есть люди которые вот это схавывают их много понимаете вот это жуть это вот как те 86 процентов на другой стороне океана вот примерно так так что вот это жуть хорошо друзья я в принципе еду в офис и у меня через полчаса будет прямой эфир мы там поподробнее обо всем этом поговорим а пока что до до скорых встреч